Приветствую вас друзья! Рад видеть на своем видео канале. Сегодня вашему вниманию хочу предложить процесс написания картины с лавандовым полем, по которым гуляет девушка с ребенком на руках. Как всегда на холст нанесен карандашный рисунок, который я ввожу тонкой кисточкой. Можно конечно работать от пятна, но в написании фигур мне требуется больше четкости и рамок, которые дает карандашный рисунок. Сразу оговорюсь, холст белый, я спешил приступить к работе и не захотел его тонировать тонким слоем коричневой краски, сделать так называемую имприматуру и считаю это ошибкой. Ну ладно, где наша не пропадала? Тем временем я уже приступил к созданию основного оттенка цветущей лаванды и устроил мазню на холсте смешивая краски синий FC, кобальт фиолетовый и карплак розовый. Ближе к нам цвета насыщеннее, а те что вдали смешанные с белилом соответственно тускнее, тем самым закладывается будущая воздушная перспектива. Когда ряды лаванды замазаны цветом, пришло время междурядий. Для них использую смеси марса коричневого и охры желтой. Кистью с синтетическим ворсом просто закрашиваю белые участки холста. Кажется ряды и междурядья на этом этапе готовы. Из остатков краски, что были на палитре, получил грязный цвет, которым решил сделать теневые участки на кустах. Овальной кистью создал мазки, имитирующие цветы лаванды, а на дальних планах это делал более обобщенно. А сейчас, пока буду намечать цветовые пятна в наших главных героинях, расскажу вам, как ко мне пришла идея с этим сюжетом. Когда рисовал эту картину, на улице же был октябрь. Не сильно холодный, но тепла уже хотелось. Однажды, возвращаясь домой под небольшим дождем, навстречу мне шла девушка с ребенком в резиновых сапогах. Девочка шагнула в лужу и, как было видно, испугалась ее глубины. Сразу же взглянула на маму и та ей помогла выбраться из лужи. Но то, сколько же было любви и тепла в их взгляде друг на друга, не смогло оставить меня равнодушным. Именно их взгляд вдохновил меня на описание этой картины. Так что за вдохновение хочу сказать спасибо дочке с мамой, которые повстречались мне октябрьским вечером. Теперь буду постепенно вносить дополнение в картину. На междурядьях покажу небольшую рельефность. Для этого использую краску охру желтую и каплю кармия желтого, для того, чтобы выделить освещенные участки солнца. Также дополнения коснутся лаванды. Тонкой кистью номер 2 делаю множество мазков и смесей синей ФЦ, фиолетового кобальта и краплока розового, естественно смешанного с белилами. Видео не передает множество оттенков, которые получаются из этих красок. Чуть ли не каждый мазок имеет разные оттенки, то голубой, то фиолетовый, а то и розовый преобладает. Теперь больше уточнений будет на фигурах самых дорогих людей в мире, на маме с дочкой. Для уточнения я использую все те же краски, синяя ФЦ, кадмий розовый, марс коричневый и охра желтые. Уточнение делаю тонкой кистью, но на данном этапе легко можно использовать кисть и потолще. Снова дополнил множество цветов лаванды. Помимо цветов я также добавил и зеленые листья. В интернете полно фото, где зелени в лаванде вообще нет. Но это обработка фотошоп. Хоть чуть-чуть, но все же зелень проступает, тем самым разбавляя близкие по тону цвета. Сейчас еще уточняю теневые места. Стоит отметить, что находясь в лавандовом поле, в окружении сине-фиолетового цвета, тень возьмет на себя этот оттенок. Так что во всех тенях обязательно добавят фиолетовый цвет, в смесях с синим или коричневым. Лично мне удобнее работать от темных оттенков и идти на осветление. Оттого могу положить темную краску и уже на этом цвете искать оттенки и делать светлее. Процесс написания картины приближается к завершению. Хочу сказать о сложности, которые возникли. Естественно, холст без имприматуры дарит чуть не то удовольствие от начала письма. Я привык тонировать холст, но в этот раз поленился. Холст среднезернистый, это хорошо для пейзажей с листвой, травой и тому подобное. Но он еще и маленький, всего 40 на 50 сантиметров. Это потребовало больше времени на прорисовку личика девочки. Вот так выглядит финальный вариант. Но как обычно, через месяц могу добавить уточнений. Как всегда, для тех, кто любит почитать, ссылка на небольшую статью с фото под видео. Благодарю вас за внимание и до новых встреч!